В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Продолжаем наше учебное занятие по устройству стальной фальсовой кровли, двойной стоячий фальс. И мы в сегодняшнем видео покажем, как подводить рядовые картины к карнизному свесу. К другому это можно еще сказать устройство карнизного свеса а-ля лангет. Вот, то есть у нас окончание гребня а-ля лангет, то есть окончание гребня по-французски. Сейчас мы устанавливаем камеру, чтобы все было подробно видно. И мы будем использовать наш шаблон, который мы сделали. Шаблон этот сделан из обычной выкройки на скорую руку, поэтому с ним можно работать. Но желательно, конечно, если вы будете делать, то сделайте его из ватмана, то есть плотной бумаги или из картона. Это интересное окончание гребня, вализан по скату, потому что на предыдущих видео мы делали вализан просто вализан. То есть, если есть такие дополнительные слова, как по скату, то значит это для кровли этого лизан, для ската, у которого больше 35 градусов. Вот сейчас мы прикладываем нашу выкройку. Мы ее используем как шаблон. И сейчас прямо по этому шаблону мы будем проводить все линии. Чем это удобно? Это удобно тем, что мы прямо по месту, прямо в условиях, в боевых условиях, в кровельных условиях, прямо на кровле можем то же самое проделывать. То есть, нам не надо проводить вот эти вот измерения, переносы. Мы просто проводим линии по шаблону и затем уже делаем все необходимые вырезы, которые нам уже потребуются. Вот теперь еще раз прикладываем и нам нужно еще более четко провести вот эту линию, которая у нас является язычок лангет. По-французски лангет. Почему? Кончание гребля а-ля лангет, потому что вот этот язычок, который мы сейчас провели, он и есть лангет. Теперь мы проводим 35 миллиметров, отмеряем кромку 35 миллиметров, отчерчивать, потому что нам ее потом нужно будет отчерчивать. Сейчас мы ее сверху четко пометили. И сейчас проводим еще раз этот лангет по контуру. проводим все линии, чтобы у нас это было все видно. Проверяем и приступаем теперь уже к тому, что мы сейчас при помощи ножниц нам нужно будет уже подрезать картину. Кромка у нас не 30 миллиметров, как, например, в немецкой школе, а 35 это особенность французской школы не откладывает 35 миллиметров. Ну, на 5 миллиметров больше. Сейчас прикладываем линейку закройщика и проводим линию. То есть линия у нас это линия гиба. Это у нас будет линия гиба. Прикладываем с другой стороны. Она удобна тем, что она вот гнется, и на ней вот сверху такие насечки еще 5 миллиметров. Очень удобно проводить. Теперь мы внизу прикладываем и откладываем наши 35 миллиметров. Справа и слева еще одну точку проводим. И теперь откладываем уже нашу кромку искомую. Она у нас будет отгибаться под капельник. Эта кромка 35 миллиметров. Сейчас мы ее проводим. С правой стороны. И... Для того, чтобы было еще лучше видно, вот мы сейчас будем уже по нашей линиям вот, вырезаем. Сначала нам нужно будет отрезать лишнее для того, чтобы образовать кромку 35 миллиметров. Лишнее мы по месту отрезаем при помощи ножниц. Пеликан. Удобные ножницы. Теперь с левой стороны то, что у нас осталось. Камеру тоже меняем. Место положения, чтобы лучше было видно. И подрезаем оставшуюся часть. Вот у нас теперь картина уже более-менее подрезанным. Сейчас должно еще проверить, стогнуть. Кружечки вот руками работают. Ноги это для быстроты, потому что железо позволяет, а железо для фальсовой кровли оно должно позволять отгибать руками. И сейчас мы уже начинаем фиктовать наши кромки вертикально, строго, для того, чтобы нам с правой стороны картины уже наш лангет уже вырезать. То есть нам сейчас нужно лишнее вырезать, для того, чтобы у нас получился язычок. Ну, картину наш шаблон мы далеко не откладываем. При помощи ножниц подрезных наискосок немного подрезаем. Теперь по линиям мы вырезаем лишнее. Я советую работать в этих случаях подрезными рычажными ножницами. так как они удобны в работе и позволяют вырезать точно небольшие резы такие, но точно так как у них на лезвии имеются такие зазубринки. Они не мешают резу, а что они позволяют? Они позволяют этим ножницам, когда они режут по металлу, они не скользят. то есть по металлу они не скользят. Итак, мы внизу вырезали лишнее на картине, которая у нас слева и сейчас продолжим вырезать язычок. Он у нас четко видно, как это все, по каким линиям. Вот, делаем это не спеша, рядом у нас есть шаблон, проверяем и потихонечку вырезаем лангет, лангет, то есть язычок. Это называется у нас окончание гребня а-ля лангет. Немножечко тут уже сползать начинает картина и сейчас прикладываем, точняем, точняем кое-какие детали, и вот так прям по выкройке можно вырезать. Удобно очень резать, реза позволяет и с этими ножницами, ножницы именно подрезные называются, рычажные, с ними очень удобно работать. Вот так выглядит наш лангет, то есть язычок. То есть мы сделали картину, которая у нас слева, мы вот такой вот сделали язычок. Лангет по-французски. Проверяем теперь. Ну, сделали все правильно, все верно. чтобы нам теперь продолжить наши работы, мы снимаем нашу картину. Вот. По этому шаблону мы делали всю разметку, весь раскрой, окончание гребня, вализан по скату. Вот так выглядит наш шаблон бумажный. Вот язычок торчит, лангет. Проверяем все по нашей выкройке. Вот так выглядит наша выкройка. Окончание гребня а-ля лангет да пломб. То есть так он по-французски вот так вот он называется. А так он выглядит. Смотрим, проверяем. Эгу вализан да пломб. Делаем это впервые на русском языке. Прикладываем наш шаблон, проверяем. все мы сделали правильно. На металле все выглядит нормально. И теперь нам еще осталось как вы видите у нас посередине нашего лангет или язычка нужно еще сделать складку. То есть мы сейчас должны эту складку как-то отметить. Сейчас мы прикладываем снова наш язычок и карандашом отмеряем сверху и отмеряем снизу точку ставим такую черточку чтобы чтобы нам было понятно по какой линии гиба у нас пойдет складка этого язычка. То есть сам язычок он будет иметь складку. Вот она у нас уже помечена. Мы ее отметили такими точками. Но это понятно. теперь мы берем клещи изогнутые круельные клещи под 45 градусов потому что ими удобно ширина кромки у них 60 миллиметров и при помощи этих клещей мы наживляем такой вот небольшой гиб делаем. Теперь делаем следующую отгибку следующую отгибку это уже у нас отгибка вертикальная. Вот так у нас язычок получился и теперь нам нужно продолжить его отгибать сделать складку то есть мы делаем на язычке еще дополнительную складку при помощи крольных клещей изогнутых. Вот так это выглядит слегка прижимаем делать надо не спеша акуратно вот так выглядит наш язычок со складкой вот таким образом ну все это конечно предварительно мы делаем исполняем на бумаге тренируемся смотрим какие сложности ну и переносим уже на металл вот так вот выглядит наш лангет имея уже небольшую складку небольшую складку так и так мы Мы сняли нашу картину, которая у нас слева, для того, чтобы нам на рабочем столе подготовить лангет или язычок, сделать на нём складку. И теперь мы будем устанавливать картину, которая у нас слева, уже подготовленную, на место. То есть мы будем сейчас устанавливать эту картину на место. Справа у нас картина подготовлена, язычок отогнут с левой стороны. Он, кстати говоря, очень помогает, чтобы картина не спускалась вниз. Особенность этого соединения, этого окончания гребня, что у нас нет складок, которые против ската идут. Установили нашу картину, проверяем, чтобы у нас линии совпадали. Далее прикладываем, немножко язычок нужно подрезать, чтобы картину немного спустить вниз. Каких-то там. Сейчас ещё на зажим поставим, чтобы картина не двигалась. Разные стороны снимаем. И на рабочем столе, сейчас немножечко этот язычок подрезаем. Подрезаем и ректуем, потому что нам в этом месте нужно... Это такое самое сложное место здесь. Надо потратить время, и сейчас у нас всё устанавливается по месту. Зажимом закрепляем нашу картину. Вот сейчас всё чётко с правой стороны, с левой стороны. Складки все у нас в сборе. Ну, особенность этого окончания гребня в том, что, как я начал говорить, у нас нету складок против ската. Ну, вот сейчас мы закрепляем верхнюю часть картины. Там, где у нас лассар-фальс. Эту картину мы сейчас тоже закрепляем. Картина, которая у нас слева. Небольшой надо между картинами расстояние 2-3 мм. Вот сейчас вот правильно. И с саморезом. Неудобно работать с саморезом, потому что этот саморез должен, во-первых, он быть, соответственно, бите. А мы здесь используем биту ПЗ-2, так как у нас саморез, шуруп универсально оцинкованный. Для него нужно иметь именно биту ПЗ-2. И биту нужно иметь магнитную. Для того, чтобы она не выскакивала, вот как у нас. И сразу же можно было ее завернуть. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»